Доброе утро! Олег, вот зрители уже увидели фильм. Какие впечатления? Ожидал ли ты то, что случилось? Вот тот ли эффект? Ну, впечатления самые хорошие. Можно было ожидать, потому что тема интересная. Я получил только по социальным сетям, после просмотра первого фильма о Хаиме Сутине, около 120 писем, отзывов. Это даже можно назвать писем, потому что отзывов было больше. А с чего начиналась идея проекта? Ведь много всего исторического, но вот с чего началась именно эта идея парижская, французская? Я занимаюсь с Александром Алексеевым этой темой с 2005 года. Мы впервые сделали фильм о Марке Шагале, такое большое исследование биографии, четырехсерийное, по 26 минут. И с того времени мы в этой теме. И когда пришла идея Белгоспромбанку сделать фильм о художниках парижской школы, уроженцах Беларуси, идея эта принадлежит... Я думаю, что мы с тобой встречались у этих памятников. В Париже был такой день в жизни. Ну, конечно, да. Случайно в Париже встретились с тобой. Да, и были, и прям кланялись и памятникам, и на кладбище были, все было, да. И идея пришла председатель управления Виктору Бабарике, чтобы сделать такой просветительский проект, чтобы широкая аудитория узнала о каждом художнике. Узнала не только его творчество, но и биографию. То есть потому что у нас на слуху только Марк Шагал, по большому счету, да? Безусловно. А историю этого человека, почему вы именно выбрали Хайма Сутина? Потому что его история такая достаточно драматичная. И я посчитал, что необходимо открывать этот цикл именно этой истории, а закрывать с Марком Шагалом. Да, согласна, абсолютно. Вот за два года много работы проделано. Скажите, где были, что видели, что вообще было сделано за эти два года? Безусловно, нужно, это исследовательская работа, нужно было изучить много архивных материалов. И прежде всего, не только белорусских архивных материалов, не только в белорусских архивах нужно было работать. Мы старались попасть во французские архивы, и нам это удалось. Мы нашли много уникальных документов, которые будут практически впервые представлены в наших фильмах. И многие точки, неясности такие будут убраны. Так скажем, например, в той же дате рождения Осипа Цадкина, к примеру, или других художников. Практически вы исправите те неточности, которые были допущены в силу времени. Ну, безусловно, потому что не каждый исследователь белорусский имеет возможность попасть напрямую во французский архив. Не каждому открыт этот архив, и это не бесплатно. За это нужно и заплатить. Ну, конечно. А что мы увидим в ближайшую субботу? В ближайшую субботу мы увидим фильм об таком замечательном художнике Осипе Любиче, который родился в Гродно, получил образование в Одессе, потом долгое время работал в Берлине и потом осел в Париже. И, кстати, эта жизнь наделила его очень долгой жизнью. Он умер в 1990 году. А бывает не сейчас. Сейчас талантливые люди уходят очень рано. А вот кому-то дается жизнь длиннее, чем длиннее для обычного человека. Вот у него почему? Как вам кажется? Вы же изучили его жизнь. Мне кажется, зависит от удачи и от того окружения, от позитива, как человек сам настроен на жизнь. Он был оптимистом, несмотря на то, что он проработал в студии 40 лет в одной, а потом ее снесли. И вот именно то, что эту студию снесли, это его подкосило здоровье. Может быть, он дольше был среди нас. Олег, вы за эти два года, пока готовился фильм, объездили много стран, встречались с родственниками художников. Как они вообще относятся к тому, что вот в Белоруссии задуман такой проект и снимаются такие фильмы? Ну, то, что нас практически все родственники пустили к себе, это тоже большая заслуга, скажем, творческая группа. Потому что не каждый родственник пустит, мало того, в семейный архив и в свою жизнь. И поэтому я считаю, что это большая заслуга творческой группы, которая работала над этим циклом. Ну, слушайте, ну, действительно, удивительный факт. Музыку к вашему фильму... Музыка такая изумительная, что замирает сердце. Представила Мадонна вообще. Что это за история? Как это получилось? Дело в том, что в 2011 году я был на Венецианском кинофестивале, когда Мадонна представляла фильм «Мы верим в любовь». Она выступила режиссером этого фильма в главном конкурсе Венецианского кинофестиваля. Я для себя отметил замечательную музыку Абеля Корженевского. Это польский композитор, который написал саундтрек к этому фильму. И когда я приступил к работе над этим фильмом, над этим циклом, я решил, что в нескольких фильмах я точно вставлю музыку Абеля Корженевского. И я не знал к тому времени, что авторские права принадлежат уже компании, которая владеет Мадонна, а не Абель Корженевского. Вас это не остановило? Нас это не остановило. Мы написали письмо и получили ответ, что необходимо представить очень подробно биографию мою, все, что я сделал, полностью о проекте. То есть Мадонна написала, видите ли, Олег, если этот фильм будет прекрасен, то все здорово. Ну, практически так. Да, потому что следом последовало письмо, что решение будет принимать лично Мадонна. То есть не агент, не кто-то еще из менеджмента, а будет лично Мадонна принимать. Мы, естественно, за два дня перевели на английский язык фильм, нашли носителя языка, озвучили его и отослали. И буквально на следующий день было одобрение от Мадонны. Мадонна полностью разрешила. И следующий этап был подписать соглашение. Соглашение также было подписано и заплачена символическая сумма, которую мы назвали, кстати. Нам было дано право назвать, сколько мы можем заплатить. Пить Мадонну, это, в общем, понятно. Но нас удивило то, что мы назвали сумму, а не они. Да, это здорово. Это очень приятно. Ты говоришь о ней, как об очень глубоком человеке, безусловно. Но вообще, Олег, вот мне хочется подвести итог для зрителей. То, что вы делаете, это вообще прекрасно и всегда имеет такой знак качества. Вот прям самую красивую картину. Но то, что нужно... Вот вы говорите, мне нравилась эта музыка, Мадонна. Ну, другой бы сказал, не, ну куда мы, где мы, где Мадонна. А вы это сделали. Поэтому все возможно, абсолютно все возможно. Люди, которые талантливы, одухотворены этой идеей, это здорово. Спасибо, Олег, огромное. Спасибо вам, друзья мои. Смотрите проект на нашем канале «Художники Парижской школы. Уроженцы Беларуси». У нас в гостях был Олег Лукашевич, автор и руководитель этого проекта. И уже в эту субботу следующий фильм. Да, не пропустите на телеканале «Беларусь-1», а наш эфир продолжается. Ой, какая хорошая. Субтитры сделал DimaTorzok